МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 6 августа 1973 года в испанском местечке Гоадальмино под Марбельей случилось событие, которое мир в широком масштабе особо и не заметил. От сердечного приступа умер бывший кубинский диктатор Фульхенсио Батиста. Его похоронили на кладбище Сан-Исидро в Мадриде. Умер он своей смертью, уже загнанный, забитый, забитый. Боялся до конца своих дней, что его убьют, потому что у него было много врагов как со стороны, скажем так, кубинского народа, так и со стороны своего ближайшего окружения, который он просто-напросто так кинул на деньги. И с ними он не поделился. Жители Кубы по нему не грустили, хотя он и приходил к власти на острове дважды. Во время второго срока он довел простых кубинцев до ручки, поэтому они радостно встречали революцию Фиделя Кастро. Но обо всем по порядку. Батиста родился 16 января 1901 года в бедной семье. Маленький Мулат очень рано начал трудиться, пошел работать на производство сахарного тростника. В свободное время Батиста посещал вечернюю школу и очень много читал, в основном о великих людях, которые проделали путь к славе и богатству с самых низов. Фульхенсио мечтал о том же. Шанс вырваться из нищеты в то время давала военная служба. В 1921 году Батиста купил билет до Гаваны, чтобы в столице вступить в кубинскую армию. Первый шаг к мечте он сделал, но карьерный рост был весьма незначительным. За 12 лет он сумел дослужиться лишь до звания сержанта. Он понял, что до высоких чинов ему не добраться. Он был из бедняков, и это были такие типы одержимых людей, типы, которые в этой жизни рассчитывали только на себя, и которые хотели достичь успеха любыми средствами, любыми методами, несмотря ни на какие жертвы, ни на чего. Кстати, он даже сам уже когда вспоминал в своих застольях, уже будучи диктатором, будучи уже в абсолютной власти, он всегда говорил, я всегда в детстве был голоден, я должен был очень много работать. Куба того времени регулярно переживала государственные перевороты. Установившийся режим сделал страну зависимой от мнения США. Неудобных политиков убирали из кубинской власти, угрожая применением военной силы. Батиста в начале 30-х годов стал лидером профсоюза военных и тайной организации Военный союз Колумбии по названию военного городка в Гаване. Он понимал, что в такое время устроить военный переворот можно довольно легко. Надо отдать ему должное, это был очень сильный такой человек-популист, который умел красиво говорить, и за которым шли люди, извините меня, организовать простому сержанту армии, сержантский мятеж, объединить это все и скинуть существующую кубинскую власть. В августе 1933 года проводивший проамериканскую политику президент Кубы Херардо Мачада бежал с острова, когда оппозиция стала массово выступать против его власти. Было назначено временное правительство, но его свергли в ходе так называемого сержантского мятежа в начале сентября 1933 года. Одним из лидеров этого переворота был Фульхенсио Батиста. На следующий день к резиденции посла США Батиста приехал на захваченном бронированном автомобиле. Он прибыл к представителю Вашингтона договариваться. Потому что после того, как они даже захватили власть, они знали, что с ней делать. И первым делом, что они сделали, они пошли в американское посольство. Ну, американские посмотрели на их, они увидели, что это люди никакие, у них нет никакого видения построения государства, ни что они хотят, ни как они хотят. Но учитывая то, что они пришли к Америке, и, наверное, скорее всего, американцы ему дали какие-то деньги, они хотели сделать, скажем так, такой, знаете, отсталый, но проамериканский режим. Только с одной целью, чтобы не допустить коммунистов в классе. В Вашингтоне посчитали, что Батиста вполне подходит на роль нового кубинского лидера. Он решителен, придерживается правых взглядов, а главное, ориентируется в политике на США. Так Батиста, наконец, достиг своего. Он сделал, пожалуй, самый стремительный прыжок в военной карьере. Из сержантов он был переведен сразу в полковники с формулировкой за военные заслуги и исключительную деятельность на благо Родины. В новом звании Батисту назначили начальником генерального штаба. Он фактически получил полную власть над армией. Формально главой Кубы Батиста не являлся, но контролируя войска, он с легкостью менял президентов и министров. Противников Батиста в лучшем случае увольнял, недовольных безжалостно уничтожал. К 1935 году Батиста создал мощный военный аппарат, оснастил армию новым вооружением, закупленным в США, в том числе гидропланами и бомбардировщиками. Заново отстроил военный городок Колумбия, увеличил зарплату военнослужащим. Полковник Батиста имел силу, но находился в тени. Просто дергал за нити, управлял, ставил или снимал президентов. Он особо ничего не стеснялся. За три года Батиста сменил четырех президентов. В декабре 1936 года кубинским президентом стал Федерокко Лоредо Бру. Он провел в этом кресле полный четырехлетний срок. Он просто решил не ссориться со всемогущим полковником. Многие политические противники Батисты исчезали навсегда. Сам полковник завел дружбу с боссами американской мафии. Они щедро оплачивали поддержку Батисты, который разрешил им строить на острове гостиницы, рестораны и казино. В конце 1930-х годов Фульхенсио надоело править через подсредника. На президентских выборах 1940 года он одержал убедительную победу. Он стал президентом, не имевшим европейского происхождения. В стране до этого управляли магнаты, зарабатывающие на сахарном тростнике. Вокруг него сплотились все политические силы, включая коммунистов. Президент стал больше внимания уделять проблемам малоимущих. Батиста ввел на Кубе всеобщую воинскую повинность. Страна вступила в антигитлеровскую коалицию. Кубинские добровольцы отправлялись на фронт сражаться с фашистами. Президентство Батисты в 40-х годах обычно рассматривается в почательном ключе многими историками. Батиста создавал новую страну, новая конституция, прогресс в экономике, улучшение социального обеспечения. Политика включала аграрную реформу и расширение экономического сотрудничества с другими странами. Казалось, что на острове начинается стабильность. Но в 1944 году Фульхенсио Батиста неожиданно для многих и для себя проиграл президентские выборы. Он уехал в США и на некоторое время отошел от дел. Спустя 4 года Батиста избрался в Кубинский Сенат и стал подумывать о возвращении к власти. На президентских выборах 1952 года он выставил свою кандидатуру, но опросы показывали. В президентской гонке он явный аутсайдер. И тогда Батиста решил вспомнить свою сержантскую молодость. Он заручился поддержкой американцев, которые опасались, что к власти в Кубе придут левые. В ночь на 10 марта 1952 года Фульхенсио Батиста передал записку действующему президенту Карлосу Прио. Там было написано «С тобой все кончено, я правительство». На сторону Батисты перешла армия. Президенту было нечего ему противопоставить. К вечеру того же дня Батиста уже восседал в президентском дворце. Переворот прошел бескровно. Все думали, при Батисте будет как в первый его президентский срок. Но он остановил Конституцию с 40-го года, которую сам и устанавливал. Ограничились все гражданские свободы. После второго прихода к власти генерал повел себя намного жестче и без церемонии, чем в первый период своего правления. Общественность Кубы была возмущена, но 27 марта 1952 года президент США Гарри Трумэн признал правительство Батисты законным. Сам Батиста прекратил действия Конституции, разогнал Конгресс, разорвал дипломатические отношения с Советским Союзом, отменил намеченные на июнь президентские выборы, он решительно подавлял любое недовольство, даже путем политических убийств. Это уже была полная диктатура, которая была связана с тем, что он над себя, скажем так, перевел на свою сторону часть генералитета, генералитета, который имел, скажем так, реальную силу, и они просто совершили государственный переворот. И таким образом уже второй период правления, это уже был период правления диктатуры, это уже был период подавления всего инокомыслящего, это было период такого как бы угнетения народа, потому что они четко понимали, что они только при помощи военной силы в состоянии здесь удержаться при власти. Реального авторитета уже в Батисты не было. В 1950-х годах при Батисте Гавана превратилась в латиноамериканский Лас-Вегас. Контроль за туристическим и игровым бизнесом был в руках боссов американской мафии. Процветала проституция, мафиози похищали и заставляли кубинок работать в секс-индустрии. В Гаване работало около 8,5 тысяч публичных домов. Ужасный союз Батисты и мафии был только симптомом гораздо более обширного заболевания, которое поразило всю Кубу. Разгул коррупции, рост безработицы. 70% экономики Кубы контролировали американцы. Сотни тысяч крестьян вообще не имели земли и вынуждены были трудиться в качестве наемных рабочих. За разрешение на создание новых компаний генерал получал до 50% от суммы заключенной сделки. Таким образом он стал акционером 40 компаний. Тем временем в стране осложнилась транспортировка сахара. Резко возросли цены на уголь, нефть, автопокрышки. Ощущался дефицит товаров. Перебои в снабжении продовольствием привели к образованию черного рынка. Усилилась коррупция среди чиновников. Росла инфляция. Куба только за 50-е годы потеряла не менее 1 миллиарда долларов. Будучи аграрной страной, она продолжала ввозить продовольствие из США. Батисты и приближенные процветали, а большинство кубинцев жило в нищете, без доступного здравоохранения, образования. Безработица в стране достигала 40%. В 1954 году диктатор вновь стал президентом на безальтернативных выборах. Мафия его любила, давала деньги и дарила дорогие подарки. И в принципе даже вот эта организованная преступность, она в какой-то степени была одной изживительной средой, которая держала этот режим у власти. И конечно это все было. Культ личности, да, конечно. Строились памятники во всех газетах, прессе. Показывали его мудрость, его правление. Строились скульптуры Батисты. В каждом кабинете должен был висеть его портрет и тому подобное. Все это было, конечно, но это все опять же дополнялось этими, скажем так, организованными бандитскими деньгами. Батиста развернул борьбу с коммунистами и другими партиями, не согласными с его правлением. Власти задерживали активистов и отдавали их под суд. Налеты, аресты, избиения стали обыденным делом. Разгонялись любые манифестации, организованные оппозицией. Людей стали увольнять с работы по политическим мотивам. Ну и, конечно, это потом привело к тому, что все равно в народном среде возникла определенная реакция против него в виде антибатистовского вооруженного восстания, которое возглавил Фидель Кастро Русь. Так, уже в 1953 году, даже когда через год уже после второго диктата, уже он особой популярности не имел. И он четко понимал, что его власть может держаться только на силе, на страхе, на запугивании. Ну, на что, в принципе, и была сделана ставка. Общественный контроль Батисты усилился, особенно в СМИ. Он боролся с коммунистами, запугивал революционеров через пытки и казни. Речь о партизанах под руководством Фиделя Кастро. В начале 50-х годов он развернул революционную деятельность. Два года Кастро с единомышленниками партизанил. А в 1953 году молодые революционеры решились на вооруженное выступление. Штурм казармы Манкадо в Сантьяго-де-Куба и казармы в городе Баямо. Восставшие потерпели поражение, но у кубинцев появилась надежда. Батиста испугался. Его страх перешел в ярость. Он приказал расстрелять по 10 пленников за каждого убитого солдата. Правительство развернуло террор. Началась зверская расправа с революционерами. Их закапывали по грудь в землю и использовали в качестве мишеней. Сбрасывали с крыш высоких зданий. Раненых волокли по лестницам. Вешали. У них вырывали глаза. Вводили в вены воздух. В декабре 1955 года на Кубе вспыхнула забастовка на сахарных заводах. В знак солидарности ее поддержали рабочие табачной отрасли, железнодорожники, студенты, мелкие лавочники. Вооруженные столкновения с полицией произошли во многих населенных пунктах. Были убиты и ранены. Батиста на время перебрался в военный городок, Колумбия, под охрану войск. В борьбу с диктатором включались все новые и новые силы. В 1956 году Фидель Кастро предпринял еще одну неудачную попытку восстания. А весной 1957 года малочисленный отряд превратился в настоящую партизанскую армию. Бои между партизанами и правительственными войсками шли с переменным успехом. Сопротивление диктатуре в стране нарастало. Повстанческая организация «Революционный директорат» совершила нападение на президентский дворец в Гаване. Батиста сумел укрыться на верхнем этаже. Охрана вместе с подоспевшими войсками расправилась с восставшими. В 1958 году правительство начало наступление на партизан Кастро. Жестоким бомбардировкам подверглись населенные пункты, где те укрывались. Кастро приказал задержать в качестве заложников несколько десятков американских граждан. На фоне революции Батиста объявил о демократических выборах. Он рассчитывал, что это разрядит напряженную обстановку. Сумеет спасти его режим, но народ на выборы не пошел. В Гаване в них приняли участие только 25% избирателей. В Сантьяго де Куба всего 2%. В конце 1958 года ЦРУ и Госдепартамент решили, что Батиста должен покинуть Кубу. По словам очевидцев, 31 декабря Батиста провел свой последний новогодний прием в президентском дворце. Там он вел себя так, как будто ничего не происходит, и он полностью держит ситуацию под контролем. В тот момент повстанцы во главе с Фиделем Кастро уже были на подступах к столице. В ту же ночь колонны автомобилей, в которых находилась семья Батисты и его приближенные, отправились на военный аэродром. Из Гаваны вылетели четыре самолета. Тиран с награбленными деньгами в спешке покинул Кубу. А 2 января части повстанческой армии вступили в Гавану. Он творил, что хотел. И, конечно, когда он уже понял, что на пинкете, уже принимая там гостей, при том, что уже отряды Фиделя Кастро и Эрнеста Че Гевара уже были возле Гаваны, так, что ему приходит конец, что ему оставалось? Да ему оставалось ничего другое, просто по-бандитски. Взять бюджет, хотя, конечно, из Кубы вывезлись огромнейшие суммы. Это действительно где-то было две трети всех денег Центробанка Кубинского. Это было погружено в четыре самолета и просто вывезено из Кубы. Диктатор до последнего колебался, куда лететь. В результате он решился отправиться в Доминиканскую республику. Впрочем, там он задержался недолго, отправившись в Португалию, а затем и в Испанию, где его приютил другой диктатор Франсиско Франко. На Кубу Батиста больше никогда не вернулся. Его ближайшие сторонники США, а также соратники, бежавшие вместе с ним, отвернулись от него. Некоторые даже стали угрожать ему смертью за то, что он прихватил большую часть государственной казны, а также произведения искусства, ни с кем не поделившись. Денег на обеспеченную жизнь на испанских курортах хватало. Бывший диктатор скончался от сердечного приступа под городом Марбелья в августе 1973 года. Кубинского тирана похоронили на кладбище Сан-Исидро в Мадриде. Кубинского тирана похоронили на кладбище Сан-Исидро в Мадриде. Кубинского тирана похоронили на кладбище Сан-Исидро в Мадриде.